Приветствую вас дорогие друзья! Добро пожаловать обратно! Барлак туда проходит Killing Room Смертельная комната, убийственная комната, комната с убийствами Оу, 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 не-не-не, мы автомат не используем на первом этаже Короче, расклад такой Мы поняли, мы поняли в прошлый раз, что нам нужно быть аккуратнее с боеприпасами, особенно на первом этаже Фишка в том, что я после этого Я после этого попробовал записывать и как бы И можно сказать, что я чуть-чуть расстроился. Сам себя расстроил и... Так, здесь головы синие, я вижу вас. Сам себя немножко расстроил и... В общем, один эпизод я выкинул, потому что я впал в панику. К концу этого эпизода и начал рассказывать, что игра плохая, игра непродуманная и всё такое. Скорее всего, я просто не умею играть в неё. 99 тысяч... Самсон? Процентов, что я не умею в неё играть. Так, вы обнаружили в себе скрытую силу. У нас леди вашего предка, президента Шварценеггера. Вы бросаете вещи с удвоенной силой. Чё? Ну-ка. Воу, воу, воу! Мы можем очень метать хорошо. А если мы метнём эту бочку, она взорвётся? Вау! У нас бочки теперь взрываются при контакте с поверхностью. И у нас есть автомат с патронами. Автомат с патронами это очень хорошо. Надо запомнить, где он находится. Я не до конца ещё разбираюсь в значках на карте. В общем, я хочу сказать, что... Вау! Во-первых, сложный противник. Во-вторых, осторожно-осторожно-осторожно. Стреляй, 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 стреляй. Хорошо, молодец. И сам себя не похвалишь. Чё, никто не похвалит. Утка. Халявная возможность увеличить свою популярность. Броня есть. Что я хочу сказать, это... То, что... На самом деле я просто не умею в эту игру играть. И это очень-очень легко в рогалике начать рассказывать, какая игра плохая, какая она непродуманная, какая она несбалансированная. Я думаю, что я нихера просто в ней не понимаю, и всё. То есть это 99% шанс. Я... Блин. Я думаю, что мне надо первое, перестать наступать на капканы. Потому что вот здесь никаких отмазок быть не может. Второе, немножко врубиться в игру. Расклад такой. По-моему, вообще не нужно использовать оружие. Сейчас. В ближайшее время. Потом, не нужно брать алтари со случайными предметами. Третье. Нужно смотреть под ноги. Четвёртое. Нужно убивать противников бочками. Ну, желательно так, чтобы не убивать себя при этом. Но... Это уже слишком. Слишком сложно. Пятое. Мы хотим оружие и хотим пополнять на него боеприпас. Шестое. Я больше не знаю, что сказать. У меня кончились мысли. Уоп-па-па. Красота. Вот теперь бочками мы зарулим. Слушайте, вот это пассивный предмет, который нам выпал. Это просто счастье какое-то. Знаете что? Я не буду эту коробку открывать. Случайный предмет плюс один к скорости. Это плюс один процент, что ли? Так, скорость 20.6. Ну-ка. 21.6. Да, так себе, конечно. Если мы купим этот автомат. Интересно. Нам пополняться на нем боеприпасы или чё? Как вы думаете? Ах, за 100 денег не купить. Тут вот можно 2000 получить. Плюс у нас есть 300. На автомат нам нужно 3400. Я попробую насобирать на автомат. Да, я думаю, это хорошая идея. Нужно попробовать насобирать на автомат. И купить его. Вдруг он просто добавит боеприпасов максимальных. Таким образом мы сможем уйти с этого этажа с кучей патронов. Я бы очень хотел этого сделать. Знаете что, ребят? Да. Вот так вот. Ау. Это было очень глупо с моей стороны. Никогда так больше не делай. О. И еще одну бочку метнуть. Это огромное преимущество то, что мы можем так метать. Вау. Класс. Шлепалка. Офигеть. Я все еще не использовал ни разу это оружие. Потому что я не думаю, что это хорошая идея. А у нас маловато здоровья. Я дело в том, что не думаю, что нам на боссе понадобится это здоровье. Я очень сильно сомневаюсь. Поэтому знаете, что мы сделаем? Мы пойдем на босса. Мы не будем никакие гробы открывать, ничего. Мы нашу... Я здоровье пополнять не буду. Я понимаю, что я сейчас рискую. Ну а что делать? Расклад такой. Мы попытаемся победить босса. И единственное, на что мы будем популярность тратить, это пополнение боеприпасов на автомат. И то, мы это пополнение хотим на следующий этаж отнести. Блин, дурак. Кидай в него это. Молодец. Но нам надо еще не умереть. Нам надо здесь не умереть. Это уже дело потрудней. Ну как потрудней? Вообще-то это ничего сложного. Абсолютно. Просто надо не тупить. До тех пор, пока мы его будем держать от себя на дистанции, и прятаться за этим ящиком, нам в принципе ничего не грозит. То есть, ну не ящик, стол или что это. Он нам физически не может здесь урон нанести. Ну, впритык он может попасть своими ракетами в нас. Но как только он отходит для того, чтобы использовать лазер, потому что он перед использованием лазера, по-моему, чуть-чуть отходит назад. Совсем немного, но этого достаточно, чтобы держать нас в безопасности все это время. Не-не-не-не-не, друг-друг-друг-друг-друг, ты умри, пожалуйста. Спасибо. Благодарю. Так, теперь тут аптечка должна выпасть. Вот она аптечка. Здоровье. По сундуке еще аптечка. Очень хорошо. Плюс 5% здоровья. Что у нас еще имеется на этом этаже? Так, вот пополнение боеприпаса. То есть, теперь расклад такой. Мы не сможем насобирать денег на то, чтобы купить себе этот автомат за 3-400. Правильно я понимаю? У нас там был один автомат с деньгами. И все. Мне еще сказали, что на гробах нарисовано то, что в них может быть. На этом гробе вот аптечки нарисованы. Это значит, что в нем только аптечки могут быть. Или деньги в нем тоже бывают. Здесь вот один случайный плохой предмет. Это совсем, совсем не то, что я хочу. Плохие предметы я вообще не хочу получать. Ни при каких раскладах. Хорошо, в магазине что еще? Значит, расклад такой. Значит, мы деньги не будем получать за популярность. Потому что все равно на автомат нам не хватит. Правильно? Правильно. У нас будет 2-450. Значит, расклад такой. На эти 450 я куплю броню. И что? Можно аптечки на 400 купить. Но у нас этих 400 нету. Аптечки мы можем попытаться получить, открывая гробы. Наверное. Оп, осторожно. Я увидел, что там на полу лежит. Что вот это за значки в комнатах? Что за такие значки, которые я не понимаю? Этот значок что? Означает, что у нас тут типа предмет был? Давайте попробуем средний гроб открыть. Хрен с ним. Ну, во-первых, мы его не откроем. Так что я могу не париться. Потому что я абсолютно безнадежен в открывании гробов. Это мне не грозит. Ааа, я прибедняюсь. Я открыл его. Ну, надо же как-то немножко отмазаться. Оу, халявная отмычка. Очень хорошо. Мы пополнили здоровье. У нас максимально 55. Я думаю, мы так и оставим. Мы так и оставим здоровье. Теперь. Что мы хотим еще? Мы хотим пополнить боеприпас как можно сильней. То есть, раз, пополнение боеприпаса. И еще одно пополнение боеприпаса перед выходом с этажа. Перед выходом с этажа. Вот оно. 98 патронов на автомат. Да, людям это не понравилось. В гробу я их видал. Подарок зрителей. Время головоломок. Мы взяли застывшее время, перекрутили его. Вот и все. Теперь у вас больше времени на прохождение комнат головоломок. Чего? Ни хрена не понимаю. Ладно, комнаты головоломки. Подумаем потом. Я думаю о том, что может попробовать увеличить точность. Давайте попробуем точность повышать. Может наш пистолет станет лучше. Ну, он точно станет лучше. И знаете что? Здесь я по увеличенному броню. И... Давайте добавим себе защиты. Чуть-чуть. И... Максимального здоровья. Я понятия не имею, ну... Насчет эффективности этих штуковин. Я... Я имею ввиду, что я не знаю, насколько одни из них лучше других. Без понятия. Но... Во-первых, но... Я слишком говорю слово но. Если но это можно назвать словом, это между ними эти или что там, как соединительная хрень. В общем, я его говорю слишком много. Эм... Во-первых, давайте... Давайте решим насчет того, как мы будем действовать на этом этаже. Я думаю, нам нужно вот что постараться сделать. Раз уж мы купим бабло... В смысле не бабло, а патроны на автомат. Не знаю, почему я решил, что бабло и патроны это одно и то же. Может, потому что я привык к оружелью, где... В принципе, это совсем не одно и то же. Но я как-то хотел отмазаться и выбраться из этой ситуации, в которую сам себя загнал. Вот каким-то образом у меня это не получилось, конечно. Михалыч. Эти шипы меня чуть не ударили по лицу. Эм... Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Шипы, значит. А если вот так? А если на эти шкафы залезть? Можем ли мы залезть на эти шкафы? Я сразу думаю, как обхитрить можно эту загадку. О, нет, 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 нет. Залезь на шкафы и не багуй, пожалуйста. Нет, 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 не получается, не получается. Так, хорошо, мы можем это пройти. Мы можем это пройти, я вам говорю. Даже если мы один удар получим, мне интересно, что с другой стороны. Если мы даже провтыкаем весь забег таким образом, мне как-то пофиг. Вау! Мы всех убили. Мы всех убили, сучки, умрите. Дабл килл. И вязальные спицы, которые добавляют один к броне после каждой комнаты. Это, кстати, очень хорошо, очень-очень хорошо. Не знаю, стоило ли это того, но мы хотя бы пополнили здоровье. В принципе, мы потеряли только броню. Мы потеряли довольно много брони, но... Чё сделаешь, да? Чё мне сказали, что вот в этих ящиках что-то бывает в комнатах? Если ящики стоят, то... В них бывает здоровье, что ли? Ну ладно. Мы прошли одну комнату с... Препятствиями. С загадкой. Не с загадкой, точнее. Окей. Это было стрёмно. Бежим, 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 бежим. Еее, детка. Мастерство. Не пропьёшь. Только прокуришь и проколишь. Эм. Давайте просто их бочками закинем. Ах ты, сука. Они прыгают. Они прыгают на нас. Ну-ка идите сюда. Идите к папочке. Папа кинет вам бочку. Умрите, суки. Два, три, четыре, пять. Увеличение точности, кстати, помогает. Оп. Назад. Хорошо. Это что за покемон? А? Чего? А, будка самоубийства. Нажать красную кнопку. Нажать зелёную кнопку. Блин. А, у меня такие плохие настройки графики, что я не вижу, что там нарисовано. Стоп, 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 стоп. Видео. Качество текстур среднее. Я извиняюсь сказать, что я играю на низких, но мне как-то всё равно, как это всё выглядит. Мне лишь бы у меня игра нормально работала. Ну, я попытался во время записи поменять настройки графики. Как вы думаете, к чему это может привести? Наверное, к взрыву моего компьютера. Три, два, один. Нет. Не взорвался. Окей. Мы теперь можем прочитать. Шанс смерти 25% плюс 50 популярности. Шанс смерти 80% плюс 200 популярности. Окей. Я подумаю насчёт этой будки. Насчёт этой кнопочки. Интересная идея. Но на 200 популярности можно до хера всего купить. Можно купить, блин. Президентское кресло. Меня очень тянет нажать на это. Те, кто знает мой канал, вы понимаете, насколько у меня чешутся руки нажать на одну из тех кнопочек. Я подумаю. Я подумаю над этими кнопками. Я не могу. Я хочу это сделать прямо сейчас. А, снеговики, снеговики, снеговики. До свидания. Вау. Снеговики. После того, как я в них кинул бочку, они полетели. Вы это видели? Они полетели. О, нет. О, нет. Я надо было чуть подальше отбежать. Но вообще план был хороший. О, ещё патроны. Я не знаю, хочу ли я патроны брать на это оружие. Если мы найдём любое другое оружие, мы можем то оружие взять на босса, убить босса им, а пополнить боезапасы на это оружие, да? Я думаю, это хорошая идея. 158 патронов на автомат. Автомат, конечно, говнище. Но патроны на него всегда пригодятся. В больших количествах. Мы запаслись боезапасом очень-очень чётко. Ещё одна из весёлых комнат. Промах, промах, промах. Мама! Нас лечат не те врачи. Мама! Пожалуйста. Знаете что, мы их можем просто пистолетом убивать. Я чё-то решил, что снеговики это худшие существа в мире, и они вообще нахрен бессмертные. Это далеко не так, даже приблизительно не так. Они очень даже смертные. Я не знаю, чё я так очкую, но не нужно так очковать. Повышение точности сделало чудеса, кстати. Этот пистолет стал наконец-то вменяемым оружием. Ещё повышение боезапаса. Нет, бабло. Баблища. Но у нас уже 1600. Если чё, запоминаем, что у нас здесь ещё лежит... 2000 можно взять. То есть мы можем сейчас 3600 получить. Ещё можно лёгкий гроб открыть, но я чё-то не горю желанием большим. Окей. Продолжаем наш концерт. Концерт. Вау. Вау! Вау! Ну, эти головы не убиваются. Окей. Как это пройти? Я вижу огненные лучи, и в принципе я не вижу проблем. То есть, оп, прошли чуть-чуть. Подождали. Оп, всё. Что-то вообще какая-то лёгкая комната. Я не понял фишку. Вау! Стреляющий снеговик. Стреляющий снеговик. Это очень плохо, очень плохо. Его моментально требуется убить. Вы это видели? Вы видите, что он делает? Он не просто стреляющий снеговик, он убегающий стреляющий снеговик. То есть, он... Подходи по одному, сучки. Сучки не хотят подходить по одному. Он уворачивался, он уворачивался от моих выстрелов. Этот грёбаный снеговик, который... Вау. Который являлся стреляющим снеговиком и снёс нам, блин, всё здоровье к чертям собачьим. Он же, блин, и уворачивался от моих ударов. Так, использование и силы для новичков. Я подумаю. Броня, это, скорее всего, нам нужно. Знаете, за 1500 я покупаю это, чтобы это ни было. Плюс 4% точность. То есть, мы набираем точность. Нас... Сейчас вот эти... Пистолет должен быть суперметкий. Да, смотрите, он, наконец, начал попадать при прицеливании. Полностью попадать. Это... Вы не представляете, насколько меня это радует. А-а-а! Этот шкаф! Он чуть меня не убил! Жабаный шкаф, пошёл. Кыш отсюда. Убить его, он всё ещё жив. Окей. Окей, окей, окей. Спокойно. А-а-а, аптечку. Аптечка на халяву, что ли? Тысяча, сто денег. А, недостаточно денег. Ну да. Написано, взять аптечку, а на самом деле за неё деньги требуют. Сучка ты, робот. Можем бабла взять, но... Нам покупать тут больше нечего. Только броню и аптечку, правильно? Значит, зачем лишнее бабло брать? Может, мы его и так насобираем, да? Да. Окей. Телепорт. А-а-а, хорошо. Так, а что там было в комнатах, если что нам нужно? А-а-а... Знаете... Откроем лёгкий гроб. Надо пополнить здоровье, у нас его мало. А, что ты будешь делать? О, большая аптечка. Хорошо. Хорошо пошла, родимая. Ага, тут мы боеприпасы пополняли. Там будка самоубийств лежит. А, тут нам не нужно. Тут нам не нужен автомат. Не требуется. Будет достаточно любой бочки. Любая бочка или что-то. Или вот эта канистра тоже пойдёт. Готово. Пополнение здоровья неинтересно. И, в принципе, тут только один боковой вход, которым мы воспользуемся сейчас. Вау. Я вижу, я вижу. Ух, ублюдки. Они взорвались на бочке ради того, чтобы нанеси мне чуть-чуть урона. Я знаю, что вы это специально сделали. О, вау. Идите нахрен, идите нахрен. Я очень не хочу тратить патроны на автомат. Они нихрена неэффективны здесь будут. О, я вижу, автомат лежит. Я вижу, что там была взрывная штука. Я пытаюсь у неё попасть на ходу. Ееее, детка, даблкил. Слушайте, снеговики, снеговики убивают с пистолетом. Особенно с вот этой повышенной точностью. По-моему, сейчас всё решает именно вот эта точность. Наконец, мы можем убивать противников, не опасаясь того, что в последний момент наши пули улетят в никуда. По-моему, это огромное преимущество. Так, где этот автомат был? Я хочу его, я хочу его взять. Скорее. Дайте мне взять автомат. Сложатся патроны. Что-то я не понял. У вас новое оружие. Это один и тот же автомат, да? Абсолютно одинаковый. Я думаю, что патроны просто, по-моему, добавились. Ну, короче, я не обратил внимания, потому что я придурок. Но, по-моему, патроны просто склались нашими. Во-первых, склались. Такого слова нету. Так. Расклад такой. Мы идем на босса. Хочу ли я на нем этот автомат использовать? Вообще-то нет. Вообще-то не хочу. Но я хочу на нем выжить. Поэтому мы сделаем вот чего. Нам 40 здоровья не нужно. Так. Мы сделаем... А ничего, мы пойдем на него и все. Мы пойдем на него и будем хорошо играть. Поскольку мы лучшие игроки в килингрум в мире, мы будем играть идеально. Уворачиваться от сосулек и все такое. И он нас убьет раньше, чем мы его. Поэтому начинаем использовать автомат. Сосульки, сосульки. Соси. Мою сосульку. Кребаный снеговик. Он очень живучий. Я не могу не обратить внимание, что этот ублюдок очень живучий. Вау. Окей. Это атака сосульками и ледяным дыханием. Я не могу не обратить внимание, что она чертовски опасна. Как одно, так и второе. Вау. Да, что ты будешь делать? В общем, когда он использует сосульки, нужно очень-очень быстро двигаться в любую сторону от него. Но это все бесполезно, потому что... Потому что я не вижу, куда падают сосульки. Еще раз. Еще раз. Гребаные сосульки. Надо было сразу использовать автомат. Надо было не жадничать. Сразу начинать стрелять. Проблема в том, что использовать прицел я не могу абсолютно на нем. Потому что если я использую прицел, у меня тратится выносливость. А выносливость нужна для того, чтобы уворачиваться. Ладно, ладно, ничего, все нормально. Все нормально. Все хорошо. Пробуем еще раз. Дубль 23. Ловите, ублюдки. Хорошо. Вау. Мы попали в капкан. Кыш. Врагов нет. Врагов нет. Отмычка. Ладно, какую тактику мы теперь выберем? Ну, наверное, основной тактикой будет играть лучше. Еще было бы неплохо все-таки получить другое оружие. Автомат мне показался очень-очень плохой хренью. Он вообще того не стоит. Все эти патроны, которые мы на него насобирали, плюс 4% урон. Окей. Окей. Плюс 4% урона это хорошо. Еще одна отмычка. Это не очень хорошо. Но с пивом пойдет. Мы можем это сделать. Я верю. Ну, в том эпизоде, который я вырезал, который я не доиграл, где я ныть начал и решил, что мне стрёмно будет такое показывать. Там я прошел снеговика. Там я прошел снеговика. Опять же, я извиняюсь. Я очень сильно извиняюсь, что я вырезал этот эпизод. Но я вырезал его не из-за того, что я плохо играл, а из-за того, что я маленькая сучка и начал ныть в микрофон. Я не люблю очень это делать, и я не знаю, что на меня нашло. Но мне не стыдно в этом признаваться. Я ничего здесь не вижу такого уж странного. Как есть, так есть. О, будка самоубийств. Ну, я вам, вам, я что вам скажу? Вау. Плюс 200 популярности. Окей, спасибо. Максимальная популярность, судя по всему, 100. Ну, я нажал на нее, естественно, потому что мы только начали играть. Надо было, конечно, сделать, сначала купить себе... Сначала надо было использовать все автоматы, а потом нажимать, но... Мне это все равно. Теперь мы можем себе броню взять спокойненько. Кстати, сколько у нас максимальное здоровье? Ого, большое, большое максимальное здоровье. Ничего такое жирненькое. Но то, что будка сработала и дала нам 200 популярности, это, конечно, жесть. Теперь мы можем себе купить все. Усе. Практически. Знаете что? Да. Я только подумал, что они, наверное, сейчас взорвут эту бочку. Сами, без моего участия. Вау, нет холодильника. Ах ты, сука, игра. Ненавижу тебя. Чем ты мне не дала холодильник? Где враги? Они были справа и слева. Это было очень неожиданно. Как велосерапторы, которые охотят со стаями. Вообще. И опять этот... Отстой. Ну, что ты будешь делать, а? Откуда у нас 118 патронов на автомат? А? Кто мне скажет? Что-то я не понял. Откуда только боеприпасов? Я пополнял боеприпас себе. Я использовал... Пополнение боеприпаса? Я не знаю, ребята. Может, это ящик с гранатами дает патроны? Ко всему прочему. Но мы точно можем себе позволить эти деньги взять. Коричневое пальто. Знаете что? Мы берем деньги и покупаем это коричневое пальто. Я не знаю, что оно дает, но у нас популярности дофига. Теперь у нас ее, конечно, 69. 69. Вы получаете и теряете в полтора раза больше популярности. Интересная штука. Так, мы купим броню эту. Получаете и теряете в полтора раза больше популярности. Но нам явно теперь выгоднее ее получать, а не терять, да? Терять ее я вообще теперь не хочу. Если честно. Если уж быть честным. На 100%. Но на босса мы можем идти опять со стартовым пистолетом. То есть я не вижу смысла на боссе здесь использовать... Использовать на боссе автомат абсолютно. Этот босс, мы с ним уже не первый раз знакомы. Он сейчас будет стрелять в нас чем угодно. Только не тем, что для нас опасно. Опять же, ну вы видите, да? Легко. Как только пока у нас есть ящик, мы в шоколаде. Теперь у нас ящика нет. Мы, конечно, не в таком шоколаде. Но мы все равно можем прыгать. Ну, тут, тут мои прогоны. Знаешь что? Я тебя добью, да? Если ты не против. Вау, он взрывается в конце. С этим надо быть намного аккуратнее, чем я сейчас сделал. Броня? Нет, не броня. Ключ. Ну что, мы опять будем набирать боеприпасы на гребаный... Знаете что? Давайте не будем набирать боеприпасы на гребаный автомат. Потому что мы сейчас теряем в полтора раза больше популярности. Набираем тоже, конечно. Можно потратить все, что у нас есть на этом этаже. И попробовать еще раз будку самоубийства использовать. Которая с 20% шансом нас убивает. Но я уверен практически на 100%, что она нас убьет. Знаете что? Поехали на следующий этаж. Я не буду добавлять нам патронов на автомат. Потому что этот автомат говно. Я постараюсь его сменить хотя бы на дробовик. Да, я думаю, это хорошая идея. Погнали. Нам сейчас дадут еще пассивных предметов. Два. Потому что мы герой. Капитан Пул. Внешний вид решает все. И вы должны убивать стильно. Вы наносите на 50% больше урона двумя УЗИ. Если бы у нас были два УЗИ. Пояс верности. Урон от ловушек снижен на 30%. Вау. Никогда не думал, что буду счастлив видеть пояс верности. Окей, увеличим урон в этот раз. Я буду игнорировать пока что точность. Добавим себе брони. Я не знаю. И увеличим здесь. Знаете что? Я повышу выносливость. Потому что ее постоянно не хватает. Вообще всегда не хватает. К тому же выносливость это в каком-то смысле точность. Потому что и когда у нас есть. Много выносливости. То у нас собственно. Мы можем дольше стрелять. В режиме прицела. Соответственно. Ну. Косвенно увеличиваем свою точность. Я не знаю. Что из этого правильно. Что неправильно. Вот эти ребята точно неправильные какие-то. Пополнение боезапаса, да? Окей. Надо запомнить. В первой комнате если что пополнение боезапаса. А вот это что за комната? Я не понимаю. О, веселая комната, да? Ну ладно. Я пострелял из автомата. Только потому что эти пацаны. Не хотят дружить. В смысле. Они опасные. Хорошо. Очень хорошо. Взять случайное оружие? О, вау. Окей. Запоминаем. И здесь машина с патронами. То есть если что. Мы можем в этой комнате взять случайное оружие. И два раза пополнить на него боеприпасы. Запоминаем. Запоминаем эту комнату. Это будет наша основная комната для развлечений. Мы ее будем использовать очень-очень часто. В будущем. Надеюсь. Если эта комната часто попадается. Если нет. То мы ее используем на этом забеге и все. Значит что мы можем тратить патроны на автомат. Но это значит. Знаете что еще значит? Что мы хотим эти патроны потратить на босса. Мы все эти патроны хотим потратить на босса. Окей. Знаете что? Это надо действовать аккуратнее с этим прицелом. Прицел это если что наша маневренность. Мы либо прицеливаемся, либо маневренно движемся. Наверное в большинстве случаев все-таки эффективнее маневренно двигаться, чем прицеливаться. Здоровье. Ииии. У нас тут нет холодильника с халявой. Открывать сундуки. Я пока что не горю желанием. Так. Бочки. 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 Сейчас взорвутся наверное. Вау. Как они сильно кидают. Эти ублюдки. Эти ублюдки напротив. Взорви. Взорви бочку. Пожалуйста. Молодец. Тихо. Молодец. Прямо попадание. Красную шапочку наверное надо было взять. И наверное надо. Вау. Мы застряем в текстурах. Всего. Во всех текстурах застряем. Плюс 3% урон. Плюс 3% здоровья. Охренеть. Прямо таки охренеть можно. Вау. Они очень близко. Они очень близко. Хотя хедшоты их убивают довольно быстро. Может у них слабость к хедшотам? Не знаю. Вряд ли. Скорее всего мне мерещится. Но. Ого. Броня. Круто. Пусто? А да. Шапочку мы взяли. Пусто? Вау. Как же так? Меня обделили. Так. Продолжаем наш концерт. Продолжаем наш концерт. И. Следующая комната нам приносит еще больше снеговиков. Нужно больше снеговиков. Блин. Капец. Я так и думал. Ну все. Мы застряли. Блин. В гребанных текстурах. У нас срабатывает блок. Срабатывает типа броня. Это наверное вот тот стат. Который называется броня. Или что это такое. Что логично. Да? Мне очень не нравится. Когда я взрываю бочку. Эта бочка откидывает снеговиков в мою сторону. Знаете что, ребята? Ага. Как-то так. Дабл килл. Вы слышали это? Если вовремя вот так прицеливаться и наносить пару точных ходов, то в принципе в этой игре жить можно. Знаете что? Я возьму броню за популярность. Броня это очень круто и очень полезно. Очень сильно экономит нам здоровье. Что у нас с деньгами? 200. Денег не очень. Вау. Какая куча маленьких синих голов. Вау. Нет маленьких синих головы. Нет. Нет. Идите нахер. Ненавижу маленькие синих головы. Вообще. Еще деньги. Так. Ну сейчас посмотрим, что от нам магазин предложит. Хотим ли мы эти деньги получать или нет. Справа и слева есть? Нету. Дабл килл. А тут еще один живой. Магазин нам предлагает огромный ящик застрявших в текстурах. И шлем. И дробовик. Окей. 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 Знаете, что дробовик я не буду брать, потому что у нас случайное оружие будет. Я надеюсь, нам на какое-то лучшее оружие, чем этот дробовик. Мы, наверное, купим здесь шлем. Я прямо сейчас использую популярность. Я знаю, что мы потеряли 30 популярности. Ну а что делать, да? Я хочу этот шлем. Плюс 4% защита. Я не знаю, что она дает. Ну, точнее знаю. Вот эта защита, я точно уверен, что она дает. Дает шанс блокировать урон полностью. Судя по тому, что у нас происходило. В принципе, я не против. Так, максимальное здоровье у нас 61. Значит, мы можем спокойно покупать аптечку. Как только этот шкаф даст нам возможность. А, там не аптечка. А тут большая аптечка за 700. О, денег не хватает. Ну ладно. Ну ладно, Михалыч. Ну ладно. У нас еще этаж не закончился, кстати. Как бы. Так что... Мы можем подождать. Патронов. Ау-у-у-у. Автомат надо перезарядить на всякий пожарный. Хорошо. И... Знаете что? Неплохо так получилось. Говорит он. И тут же попадает под удар снеговика. Два удара снеговика. Очень плохо. Я имею ввиду, что если вот так прицелиться, и одного противника можно, в принципе, довольно быстро снять. Правда, после этого мы чертовски медленно движемся. Вау! Я был уверен, что я не промахнусь. Где они? О! Красота! Отмычки. Здоровье я не буду пополнять. Стоп-стоп-стоп. Хотим ли мы на босса сейчас? Я думаю, это... Я думаю, это не очень хорошая идея. Босс, собственно, как таковой Нам ничего не дает особенного Особо полезного А вот эта уточка Дает нам плюс 30 К популярности И это хорошо И это хорошо Типа, типа Стас Давыдов Это хорошо, да? Не знаю, голос это был явно не Стаса Давыдова Убили, убили одного снеговика со старту Так это видео и назову Шок, убили одного снеговика со старту Вы не поверите, что делает этот снеговик О, боже мой, бежим Ау Ага, патроны кончились Я собирался ее взорвать О, бочка, я вижу ее 20 выстрелов И только один из них попал Ну, ладно Нет, 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 нет Никаких застрявашек Сегодня застрявашек не будет Ее, детка Хорошо, убили И несколько ублюдков висячих в воздухе Сейчас будут раскручены Вау Готовы Автомат Подобрали патроны на него Что мы подобрали меньше, чем мне хотелось бы Ну ладно Все равно у нас никто их не купит Броня Купим броню Я не против Броня Штука хорошая И все равно Мы на этом этаже Собираемся потратить Все боеприпасы На босса Я экономить не собираюсь У нас есть 350 Нам нужно 700 На то, чтобы пополнить здоровье Ну, да хрен с ним У нас много брони Я думаю, этого должно хватить Ну, снеговичок, сучка Иди к папе Папочка тебя накажет Слушайте, папочку Папа плохого не посоветует Вау Попал, сука Сука Ааа Ледяная атака Я ненавижу ее Я ненавижу ее Вау Мы это сделали Мы выжили После ледяной атаки И после сосулек Мы не выжили Ну как, выжили То есть, но урон получили Я не знаю, как уклоняться от сосулек Слушайте Я примерно понял Как уклоняться от ледяной атаки Нужно по чуть-чуть двигаться вбок Как от сосулек Я без понятия Видимо Все в случайном режиме То есть, если повезет уклониться Нет, не повезет Хрен, значит Вот побольше бы ты, дядя, делал свою Ближнебойную атаку Вот это я готов целый день Чтоб ты делал Прям вообще Всегда Ууу Сказал я И тут же Получил урон От нее От этой Ближнебойной атаки Вау Броня заблокировала его Шлем Не зря был куплен Я выберу Считать, что мы Уклонились от нее Только из-за шлема Ох ты Собака бешеная Умри Да Этот снеговик Это не шутки Как-то мы с ним ехали в маршрутке Под номером один Да Здоровье Еще здоровье Пожалуйста Броня тоже пригодится Окей Теперь мы идем менять Пустой автомат Которого нам все равно Патронов Всех патронов В этом автомате Не хватило на то Чтобы навалять Боссу Что Говорит о многом Говорит о том Что я Автомат Это говнище Его надо менять При первой возможности Мы могли бы его сменить На дробовик Но видите Мы проводили Хитрые маневры Мы хотим Теперь получить Случайное оружие Я буду надеяться Что это будет Конечно Не какое-нибудь Говно Которое стреляет Блин Какашками Хотя Зная эту игру Можно Ожидать Всего Игра Пожалуйста Я тебя Прошу Окей Это бейсбольная бита Нахрен Так Гребаная Бейсбольная бита Ладно Окей Слушайте Я Подозреваю Что бейсбольная бита Это Равносильно Смерти Сколько у нас денег Пятьсот Где у нас тут Деньги выдают Что это вообще За картинки на карте Давайте попробуем Рассмотреть Но тут я вижу Телевизор Тут я вижу Утку Это значит Какой предмет Там Да Вот тут я вижу Зеленый рюкзак Что значит Зеленый рюкзак Что здесь Пополнение Денег Знаете что Будь мужиком Будь мужиком Будь мужиком Домашки Домашки бешеного животного Ее Дедка 3% Выносливости Скорости Защиты И здоровья Отстой какой-то Если честно Так Ну что Поскольку мы У нас Гребаная Бейсбольная бита Я увеличу нам урон Чтобы мы Хоть какой-то Шанс Имели И Опять же Возьму нам Брони Побольше И чего Выносливости Видимо Да Видимо Возьмем Всего этого Понемногу Это будет То еще развлечение Я предполагаю Что мы мертвы В принципе Потому что Бита Ну Знаете что Этот забег Даже если мы умрем С этой гребаной битой Потому что я ни разу Не пользовался Ближнемойным оружием В этой игре То этот забег Был очень интересный Эти оба этих забега Были очень интересными Мне понравилось Мне очень понравилось У меня намного Намного Более Позитивное настроение К этой игре Чем раньше Так ну здесь Нам точно Не поможет Бейсбольная бита Надо чуть-чуть Пострелять Хорошо Ну что Вот этих ребят Попробуем их отпинать Как Как Ентим Пользоваться Мы ни разу Не ударили Этого червя Мы Не попад Я Я дебил А не шерхан Я хавал Жеванные штаны Окей Я Я не понимаю Я бил Я бил Этой битой Вы видели Да Я наносил удар И использую Бейсбольную биту Мы потеряли Все здоровье Я что-то Нахер Не понимаю В этом оружии Вообще Где Мое здоровье Ребята Пацаны Девчонки И мальчишки А также Их Родители Веселые истории Увидеть не хотите Веселые истории Варлок покажет вам Веселые истории Как не надо Пользоваться битой Пара-пара-папа Пара-пара-папа Смерть От укуса червя Пуру-пуру-пу Пау В конце это была Мерлин Монро Почему-то у меня Все время Яралаш ассоциируется С Мерлин Монро Мне все время кажется Что в конце Когда они там делают В Яралаше То должна быть Мерлин Монро И она должна делать Пара-пара-папа Пау Мы умрем Мы умрем На этом забеге Это будет мучительно И больно Там гроб Может один есть Хоть я хочу Открывать гробы Потому что я Граф Дракула От Сосакула Легкий гроб Симсам Симсам Откройся Раз Два Т У меня есть Шесть Отмычек Мне похуй Как-то Я прошу прощения За свой французский Но когда я начинаю Использовать Вот эти выражения То Это значит Что я действительно Влез в игру Глубоко По самой гланды Здоровье Семь процентов Эммм Хочу больше Еще Дайте мне еще Нужно больше золота Нужно дерево Моя жизнь Занерзул Окей Тут больше нет гробов Ага Я вижу тебя Ученый Дядя ученый Я вижу тебя Как наяву Я вижу Что ты Выучил Ааа Сука Мы умрем В этом В этом гребаном Капкане Уворачивайся Этот ученый Вы видите Он летает И стреляет кислотой И я не могу Не обратить внимание Что тут Только половина Ученого Верхняя Нижняя половина Ученого Где-то загуляла Я по жизни Загулял Словно в темный лес Попал Только половина Верхняя Ученого Я Я по жизни Загулял И кислотный Автомат Взял И начал летать На джетпаке И стрелять Во всех Что-то не так пошло Окей Ааа Я взял здоровье Я знаю Что я лох И это судьба Но Нам нужно Сменить оружие Нам нужно Сменить оружие Автомат Сменный оружие На случайное оружие Наш трахнул По жесткому Окей Испытываем биту Это ни хрена Недостаточно урона Для того чтобы Ей пользоваться Вообще По моему мнению Кстати я вижу там Черви Черви И убийственные волны Окей Надо убежать Первым делом от червя А там разберемся Червь Пошел нахер Пошел нахрен Где Сейчас волна Будет идти Да Я ненавижу Эту игру Эта игра Это худшее Что было придумано Человечеством Залезь наверх Окей Так Тактическая Игра Тактикал Эшпион Ажекшн Играем Мэттл Гир Солид Будем всех Расстреливать Нахрен Сверху Иди в жопу Ебучий человек Ааа Нет 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 Я тебя отстрелю в хвост Стреляй ему в хвост Стреляй ему в хвост Ааа Ха-ха-ха-ха-ха-ха Сперть Ублюдком Он замерз Попади в него Давай еще 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 Пока он замерз Эти лазеры Я не знаю Они вроде нам помогают Понемножку Убили его? Нет Мы его не убили Я нахер Не спускаюсь отсюда Я тут сижу И отсюда я расстреливаю Этих Всех Червей Лазеры Этих гигантских монстров С ударными волнами В основном червей Кер с ним С ударными волнами Но эти гребаные черви Да-да-да Злой Злой дядя Ударная волна Дядя Ударная волна Отличное название Для Панк-рок-группы А? Окей Теперь можно убить Лазерную фиговину И перейти на уничтожение червей Я думаю Можно спускаться Только не в капкан Этот пистолет Самая косая херь В мире Мы вообще не попадаем Нет Мы попадаем Я ошибся Прошу прощения Ну, суки Идите сюда На Сапог в голову А-а-а Черв меня увидел Он зол Как тысяча Червей Аракиса Я не умру Я не сдаюсь Слишком Этот забег Был хороший Слишком много Всего безумного Произошло Так, что у нас там? Автомат С байприпасами Классно Пополним байприпасы На биту У нас будет бита С тысячей патронов Вау Класс Ох, какая комната Какая комната Вне в такую В темном баре В подземелье В психушке С докторами На джетпаках Вижу я Вижу комнату Такую Снеговиков В ней Штук 50 И двое Докторов Летают И стреляют В меня И попал В капкан Потом я И Успел К счастью Из него Уйти Но Я все-таки В шоке С этой Генерации Ах, какая комната Какая Комната Мне Такую Ах Окей Я прекращу Но По-моему Было неплохо Во всяком случае Ах, какая комната Какая комната Потихоньку Выходит на новый уровень То есть еще немного И это Пародия Будет иметь смысл Каждый раз Когда я ее использую Ну Смысл в том Что долго ее использовать Не надо Смысл в том Чтобы Это не надоело Ну это надоело Примерно с первой секунды Когда я это начал Я имею ввиду Что мне не надоело Вы думали Меня интересует Ваше мнение Ха-ха Ха-ха Наивно Ну на самом деле Нет Интересует Конечно Эх О, хорошо Хорошо Всех убили Мы ее победили Эту комнату Ля-ха Муха Я прыгнул на бочку Бочка взорвалась От того что я стал на нее Ногами Я ничего не хочу сказать Но по-моему Это вчес Окей Пополняем здоровье еще Снова пополняем здоровье По-моему Вот это большая проблема Когда приходится Пополнять здоровье Используя автоматы То Вот здесь Возникает ситуация Замкнутого круга Во-первых Эти черви летают Во-вторых Эти черви летают В-третьих Эти гребаные черви летают Возникает ситуация Зам... Вау Возникает Эти черви Меня отвлекают каждый раз Я пытаюсь тут умные вещи рассказывать И они летают по комнате И я Начинаю восхищаться этим зрелищем Начинает Возникает ситуация Замкнутого круга У тебя нет Хороших вещей Потому что ты их не можешь себе позволить Поэтому ты получаешь урон Потому что ты получаешь урон У тебя Тебе нужно пополнять здоровье Пополняя здоровье Ты тратишь популярность И поэтому у тебя нет хороших вещей Ну и вы поняли Да? Замкнутый круг Круг бедности Как в реальной жизни У тебя нет денег Ты не можешь купить себе хорошие вещи Ты не можешь устроиться на хорошую работу Потому что у тебя нет хороших вещей Чтобы ты прилично выглядел Ты не можешь себе Купить хорошие вещи Потому что у тебя нет приличной работы Ну и так далее По кругу, да? Так же, блин, и здесь Ну и я на самом деле Про реальный цикл бедности Ничего не знаю Ну, потом Я не хочу сказать Что я богатый Богатый чувак там Или что-то такое Но Не изучал этот вопрос Теоретически Ну и практически тоже Ага Хотели меня подловить Вы видите? Они с двух сторон подкатывают Уходим, уходим, уходим Нас еще напишут Уходим, уходим, уходим Этаж номер 3000 Надо убить одного Надо убить одного, он взорвётся, взорвёт всех остальных Отлично Нет, не всех Кто-то выжил А, ну вот это хреновина выжила Хреновина живучая Чудо Так Что у нас здесь есть? Хер шо Ничто, а хрен что Справа, слева Уууууу, справа И слева тоже Оп Тихо, тихо, уходим Ох Окружили, окружили суки Аййяяяяяя Окружили героя Подземелья Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что Суки окружили Черви окружили Бом, шоколака Магазин, что ты мне предложишь? Оружие, пожалуйста Какая нахер борода хипстера? Вы хипстер Плюс 20% за посещение кафе Бонус, скидка 50% на фланелевую рубашку Ха-ха-ха Какая смешная шутка игра Ты прямо юморист Знаете, что нам нужно брать случайный предмет И надеяться, что он хороший Самсон, выбросайте вещи с удвоенной силой Вау, это то, что у нас было на прошлом забеге Это очень хороший предмет Он нас в прошлый раз тащил долго Знаете что, я еще броню куплю Я куплю броню И ключи нам точно не нужны Что нам 100% не требуется, это ключи И нам в принципе ничего не требуется Еще в этом, в этой комнате больше Где телепорт? Хорошо И сюда Окей Мы живем Мы живем медленно Мною верно Снеговики Это может быть последняя комната В которой мы живем Но я сомневаюсь Бум Шоколака Бум не шоколака Бум не шоколака Бум не шоколака Окей Спокойно Сейчас все будет нормально Сейчас мы их заморозим Херам собачьим Подходи по одному, сучки Замерзли Снеговички Вау Вы это видели? Я был в шоке Он был замороженный Ну я должен был догадаться Что снеговиков замораживать Это не самая эффективная тактика Ведения боя Но все-таки Хотя бы они одновременно стреляют Если бы они стреляли по очереди Вот это была бы беда Эти, кстати Ученые не такая большая проблема Как мне казалось сначала Пару хедшотов И они готовы Красота Уууууу Еще один ключ Вау Миллионы-миллионы Алых отмычек Да? Из окна Из окна Видишь ты На кой хер мне столько отмычек Спросишь Меня Ты Цветы Шел Незнайка Через речку Трахнул Незнайка Овечку Овечка была против Незнайку посадят За Насилие над животными Оружие Вау, смотрите, что мы нашли Лучший день в моей жизни Мы поменяли бейсбольную биту На бейсбольную биту Чувак, это класс Если вы не услышали в моем голосе сарказма Его там не было Потому что в моем голосе Единственное, что было в нем Это нотки бездонного отчаяния Которые На которые не способен никто Кроме настоящих Людей, которые больше не верят Ни во что хорошее в жизни Вау Окей, иди к папочке, сука Или ты, или я По-моему, проблема этой биты в том, что Чтобы ею попасть в противника Нужно в него попадать прицелом То есть, по-моему По-моему, бита попадает в прицел То есть, она не имеет физической модельки Вокруг персонажа А просто бьет в прицел И это Это отвратительно Это ужасно Это никуда не годится Для ближнебойного оружия это абсолютно бесполезная система повреждений. Вау! Он вылез из стены, как чужой. Они в стенах! Они в стенах! Хэдшот! О, боже мой. Мы умерли. Мы умерли в капкане, потому что нас там съели червяки. Чего, в принципе, мы и заслуживаем. Мне понравились эти забеги. Эти забеги мне 100% понравились. Несмотря на все проблемы, которые у нас были здесь, они мне понравились. Почему 20 смертей? Вроде было 16, когда мы начинали. Без понятия. Ладно. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, ставьте внизу лайк. Это очень поможет. Хотите смотреть продолжение? Конечно, подписывайтесь. Киллингрум пока что выходит каждый день. А я благодарю вас за просмотр. Мы с вами обязательно увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok